Всем привет, друзья! С вами Игромания Утром. Вот этот замечательный человек с погоном, с новогодним. О, с попахой. Попахой Константин Иванов. С какой попахой? Да ладно. Федор Кокарев, пока без погона, с шапкой. И замечательный Дим Кудряшов у нас за кадром. Тоже в колпаке. Все это дойти до колпаков. И тут сразу пишут про, естественно, борьбу за права проторасов. И это важно, активизм здоровый. Сюжет фильма «Прометей» и «Чужой завет», где великолепная протораса. И люди начинают понимать, что слово протораса имеет много значений. Да, в том числе и про какого-то непонятного Тараса. И тут сразу начинается «Федор, ты жизни не видал, сынок!» И такой чувак там просто вот так такой «Жизни не видал!» Такой прям, да. Обязательно заберу. А тут, кстати, кто-то пишет. Спасибо еще за предложение, которое вы продолжаете писать в чат, про то, чтобы погонять на новогодних праздниках с братьями. Я это все запоминаю. И в GTA... Слишком, у меня слишком много братьев для этой игры. Ну, ты можешь посадить их и смотреть их охотать, как они играют. Ну, кстати, да, тоже неплохо. Тут вот пишет еще... Мы хотим увидеть человека за кадром, разверните камеру. Диму не помнит уже совсем. Будет смешно, если развернуть камеру, то там будет экран, на котором будут показывать то, что снимает камера. Ну, как это будет нелепо. Мы как-то делали в артбуке, показывали там такие типа экраны. Что такое? Слушай, тут вот Антихрист нам к вопросу о сюжете Прометая. Ну, началось. Ну, наконец-то я дождался. Пишет, что его смущает цена на GTA. Ну, она, да, большеватая, но игра восхитительная. Она того стоит. Чувак, заходишь сейчас в Steam, и она за 50% стоимости, и уже никого не смущает. Если тебя смущает сейчас, а вы не распространяете. Это все... Слушай, я как человек, который помнит лицензионные диски за 200 рублей, за 150. Мне до сих пор вымораживает немного это. Ну, нет, согласен, но она сейчас стоит 9-9-9. Слушай, мне очень нравится, как развивается тема с протарасами. Так, давай. Обкультся своими фейсхагерами, а потом протарасят по подъезду. Хорошо, свидетель Захарика, хорошо. Так, камерная рекурсия, да, да, хорошо. Так, ладно. У нас, кажется, пора начинать, но мы уже начали, по-моему, хорошо. Итак, свежая новость о том, что я... К чему я вчера имел непосредственное отношение, так это к Windows Store. Я снова читал ваши замечательные творения в понедельник с утра. Я, кстати, 2 января буду читать ваши творения дальше. Так что пишите хотя бы сносно по нашему конкурсу. Или лучше нет. Ну, как бы, если не сносно, то у Кости гораздо более интересные рабочие дни. Вот сейчас он посмотрел на меня с такой... У него мелькнула такая ненависть в глазах. Потому что Федор вот иногда слышит то, что я зачитываю. И когда вы там делаете пародии на Пушкина, Есенина, Булгакова, Блоков, Пастернака. В общем, это даже читается. Ну, там бывают очень крутые штуки. Ворачиваю там... Не поиграл в игру, тебе позор! Зайди скорей на Windows Store. Вот это вот что-нибудь такое. Ну и вот дальше. Блин, слушай, это было бы потрясающе в виде соцплаката 20-х годов пропагандистского. Блин, как там... Нет, в общем, я сейчас с новостью мы разберемся. Я обязательно сейчас найду про ящика, зачитаю вам. Мы типа что-то из разряда играем в один, пока не сыграем в другой. Ну, не-не-не, я помню. Там две строчки всего я вот зачитаю. Сейчас мы только с новостью разберемся. Короче, в зимнем парке в нашем Windows Store стартовал конкурс «Сапер». Вот такой. Если ты не сапер, заходи на Windows Store. Ну, это лайтовый, конечно, сапер. Ну, да, по сравнению с настоящим. Но все-таки главная ваша задача в новом конкурсе преодолеть минное поле и заработает жетон. Ну, представляете, вы идете по полю, а под полем бомбы, назовем это так. Тонкий лед, а подальдом мины. Чудовищную ситуацию. Вот меня что-то проперло на серьезность, сестра. Давай, пока ты, наверное, прощаешься. С противопехотными минами в мире в целом. Потому что они во время войны, особенно, их производить дешевле, чем грязь. И потом мины выколупывать из территории, на которых были войнные конфликты, огромная боль, которая может продолжаться десятилетиями. Да, они еще работают, Ёшкин, Гварёшкин. Их делали очень хорошо. Вот именно об этом мы думали, когда делали вот этот конкурс. Поэтому он лайтовый. Вот это ты подвел. Мне даже как-то уже шутить трудно. Хорошо. Но при этом львиную долю картинок мы взяли из разных игр. Но три арта соответствуют одной конкретной игре из Windows Store. Вам нужно догадаться, о какой игре идет речь. Отыскать на минном поле три картинки, которые к ней относятся. Если есть сомнения, вы всегда можете зайти на страницу той или иной игры в Windows Store и проверить свою догадочку. Ведь все скриншоты мы взяли как раз из сервера Microsoft. Такие прям. Вот. У нас, кстати, в это же время почти закончился конкурс, который мы организовали с Asus, или с Asus, как они себя называют. Я этого до сих пор не понимаю. Там все, в принципе, как обычно. Это такой довольно привычный для нас формат. Нужно поучаствовать в тесте, выяснить, какую игру, скорее всего, вам лучше всего будет запустить на новом ноутбуке, запостить это в социальных сетях, и тогда вы попадаете как бы в пул, из которого можно выбрать уже случайным образом победителя, который получит отличнейший совершенно игровой ноутбук. 12 ретвитов, 16 лайков набрал замечательный лозунг вчерашнего, в общем, героя. Мы славим ящик до тех пор, пока в него не ляжем сами. Это восхитительно. И это было как бы, понимаете, это автор 15 лет. То есть, на самом деле, я прочитал все остальное стихотворение, там было примерно 8 четверостишей. И я думал, что я сейчас обмажусь лучшим стихотворением, и мы просто побежим отдавать ему себе призы. Честно, парень сдулся после первых четырех строк. Ну, то есть, видно, что он вот так сидел. Но, слушай, начало, а потом все. Это потрясающе. Это потрясающе. Начало мы славим ящик до тех пор, пока в него не ляжем сами. Вот, это потрясающе. В общем, нам пишут, нам пишут, что у современных некоторых мин есть время работы, причине которого они сам уничтожаются. Это у современных. Вот, за кадром Дмитрий Кудряшов у нас сегодня спрашивали, кто за кадром. И без него ничего бы этого, в общем, ничего бы не работало. А про ноутбуки, завершая, про Asus и Asus, все заканчивается уже в среду. Поэтому, если вы еще не поучаствовали в этом конкурсе, который, может, участие занимает 7 секунд времени. Ну, там нужно быть весьма талантливым, поэтому, если вы не умеете столеть стихотворение... Это я про другой конкурс сейчас. Я про ноутбук. Там не нужно быть талантливым. Не нужно быть талантливым. У вас есть еще один день, чтобы попробовать это сделать. Что я хотел сказать? Мне кажется, что, знаешь, сзади нас, красная стена, и там что-то постоянно. Я постоянно смотрю над собой, я вижу турели симметры. У меня плохое, очень... Ассоциация плохая. Хочу сразу поиграть каким-нибудь солдатам 76 и пострелять. Ну, посмотри, смотри, сзади турели симметры. Да, да, это правда. Но смотри, они не работают. Это из нашей команды. Слава Богу. Из нашей команды. Спасибо симметрия. Спасибо симметрия. И Дима Кудряшов про это немножко говорил, пока мы с ним здесь сидели и трендели про новогоднее настроение и отсутствие Онова. Но из-за проблем у Electronic Arts, там были перебои на серверах, там все прочее, мы перенесли нашу трансляцию в Убей Игроманию в Battlefield 1. Она будет сегодня в 6.30. Так что, если вы еще ждали возможности поубивать наших парней... Парней, ага. Ага. Нет, ну Василий, да, действительно, помял мне разок. Но в основном я... Нашего парня и немножко другого парня, то да, сегодня в 6.30. Приходите на пирдухах. В последний раз у вас есть возможность в Battlefield 1 меня порезать, поэтому... Ну, как бы в рамках конкурса еще за это Xbox отхватить, вон там гарнитуру SteelSeries Siberia 2.0 отхватить и три мышки MSI Interceptor. Это как цепь. Интерцептор. Вот, а вот тут где-то момент, когда я хочу чуть-чуть... Я даже не знаю, как это сказать. Поныть? Да, наверное. Давай, давай. Погундеть, погундим. Нет, нет, нет. Это скорее такое... Мы тут в последнем номере журнала, мы про это и говорили, В котором он внизу рекламируется. Да, да, да. Именно в печатной версии сделали небольшую пасхалку для читателей вместе с Женей Пекла в одном из материалов, которая, в общем, это такая многослойная история, в итоге которого мне должен будет послан сигнал. Я буду знать, что какой-то человек эту историю до конца раскрыл и куда-то пришел и что-то из этого получилось и мы будем его или ее носить на руках и все прочее. И вот журнал вышел 22-го числа, а до сих пор нет сигнала. Никто эту пасхалку не раскрутил и я страдаю. Возможно, мы слишком заморочились и слишком сложно это сделали. Можем сказать, с чем она связана? У меня просто в сценарии написано, с чем она связана? Или это как раз фишкой мы не должны ее говорить? Ну, я не знаю. Вот это проблема. Ты придумываешь какой-то секрет и потом ты думаешь, вот если это будет слишком просто или это будет слишком, не знаю. Зато потом как ты радуешься человек, который реально прям захантил и нашел. Давайте так, скажем, не скажем о чем, скажем просто один намек, который даже не связан с каким-то даже названием. Что было на слуху в этом 2016 году это связано с хайпом, это связано с проектом определенным, конечно, и в общем это связано с тайной, секретом и ожиданием. Навел, навел дым. Но у вас намек должен быть как раз в журнале прямой, в принципе, или не прямой, как Федор с Женей запрятали. Ну, в общем, ищите и в общем ищите добряще. Дима предполагает, да, что нас покусал Кодзима, но что-то вот такое было. Так, кто-то получил сегодня журнал? По сценарию! Вот, смотри, смотри внимательно. Может быть, именно ты, именно ты порадуешь меня перед Новым годом. Сей де Рокус, будь осторожен, открывай журнал, потому что действительно, в общем, там есть пасхалочка. А будет что? Чего-чего, какую-то пасхалочку разрешит? Да, конечно. Ребят, ну, в общем, еще и приз, вас еще и мотивирует, так что, так что. Мы с Женей Пекло такие все подготовили. В общем, тут есть четыре варианта ответа, я не могу сказать, я не могу сказать, если кто-то читал что-то про Ерис Хорусову, там главная фраза активационная, я не могу сказать правду это или нет, но, в общем, я зачитаю варианты ответа. No Man's Sky Собра. Неправильно. Так, нет, стой, ты неправильно читаешь, там был No Man's Sky? А, No Man's Sky, да. Сомбр? Сомбр? Дополнение к Final Fantasy 15? Что ли? Что ли? Death Stranding. Ну, в общем, да, не могу сказать, если правильно ответ, суждение этих, но... У меня немного отлегло от сердца, хотя это тоже фигня, да и что это косяк, может быть, почтовиков или тех, кто еще доставил. Видишь, тут пишут люди, что заказывали давно и просто журналы еще не пришли. Наверное, в этом все дело. Они приедут к вам, не волнуйтесь. Ну да, на пасхалки не ставят подсказки, их сами находят, все так. Поэтому мы просто намекнули, что оно вообще существует, там есть, поэтому смотрите. Так, далее, Escape from Tarkov готовится к расширенной альфа-версии, е-мое, дождались, неужели? Итак, команда Escape from Tarkov студия Battle State Games объявила, что в ближайшее время начнется расширенное альфа-тестирование шутера и доступ в него получит еще больше счастливчиков. Чтобы заработать шанс увидеть игру воочию, предлагается купить, как ни странно, но, собственно, и далеко ходить не надо, мы уже ранее доступ разыгрывали, предзаказы разыгрывали. С 26 декабря во 2 января 2016 года любые виды наборов предварительного заказа продаются со скидончиком в 20%. Дополнительно была введена возможность купить набор раннего доступа в подарок. При этом покупатель получает код, который может передать своему другу. просто личные сообщения на Твиче. Вдруг это были вы, вы даже не знаете, что вы победили. Платные, платные подписчики. Да, речь сейчас о платных подписчиках игроманий. Итак, 4 ключа в альфа-версию, 1 предзаказ, ё-ё-ё-моё, могли бы мы уже рубить. Вот, так что давайте, забирайте. В расширенной альфа-версии игру ждут ряд нововведений. Появится новая локация. Сейчас, подожди, извини, зато что я тебя перебиваю, но это за счетом с Хизина. Если бы были разработчики, которые говорили, в расширенной альфа-версии ничего не изменится. Никаких изменений. Нет, мне другой интерес. Смотри, здесь же прям вот тема. У нас появится новая локация лес. Всё. Если что, это не шутка. Она называется лес. Новая локация лес. То есть, вот реально, что вы будете водить? Мы вводим новую локацию лес, а потом поля. Вот ты шути и ерничай, но этого реально не хватало немножко, потому что это здоровское переключение от городских боев или околгородских не надо. Но всё равно знаешь так, лес введем, потом дупло сделаем, локацию будет. Для деф-матча дупло. Пойдем в дупло, на дупло пойдем. Короче, игроки смогут объединиться в рейды, а оружие теперь может сломаться. Ну, собственно, его придется чинить. Сломаться оно раньше не сильно могло, зато оно могло так заесть, что вам мало не покажется. Постоянно ведется работа над оптимизацией игры, исправлением ошибок, результаты на ролике ниже, очень неплохо всё выглядит, мне больше всё смешит анимация как вот от третьего лица, видно, что чувак вообще делает всё. Ну, то есть, обычно, обычно, там, это не всё так прорисовано, отображает только у кого первое, от первого лица, а вот от третьего он такой, там, прям, сейчас я вот там показываю, сейчас я вот это накручу, это скручу, всё это очень замечательно, забавно. Вот, итак, ролик мы посмотрели, побег из Таркова, игра в жанре тактического шутера от первого лица, кто не знал, с элементами выживания ролевой игры в открытом мире выйдет в следующем 2017 годике. Маленькая новость у нас про развитие ещё одной игры, собственно, если помните, ещё в октябре Square Enix анонсировал дополнение Stormblood для онлайновой Final Fantasy 14, а вот на вот этих выходных они уточнили время выхода этого DLC, оно появится 20 июня 2017 года, игроки смогут посетить новую обширную локацию Алла Мхига, в которой им предстоит иметь дело с мерзавцем по имени Зенос. Я обожаю, когда так пишут. Обязательно добавь слово мерзавец в новость. Разработчики отмечают, что по количеству нового контента новое дополнение будет сопоставимо с отдельной игрой. И это чертовски здорово. Напомним, что три года назад игромания назвала Final Fantasy 14 лучшей ММО игрой года. Так что можно только порадоваться таким новостям. Чертовски люблю, когда игры продолжают жить, существовать, что у них плеербейс может что-то делать. Когда игры не умирают, просто так. Игры не умирают. Подводка к следующей новости про Blizzard. Blizzard подвела итоги года в картинках. Как это было? Сейчас увидите и услышите, те, кто нас не смотрит. Blizzard подвела итоги игрового года необычным образом, выпустив инфографику. Хотя, честно говоря, что необычный? Они частенько так делают. В ней некоторые данные, которые мало что говорят о текущем положении дел. Молодцы, Blizzard. Но могут пригодиться для застольной забавы. А знаете ли вы что? Так вот, знаете ли вы что в World of Warcraft было поймано 169 миллионов 559 тысяч 870 белок. Учитывая следующую цифру, очень странно, что 72-го число. Такой, давай 70-ю поймай! Все. Мне ужасно нравится сама по себе эта история. И как у нас написана новость, потому что тут белочек ловит игроки в процессе выполнения локального квеста в Альшаре орешки. Каждому игроку нужно поймать 10 белок и расколоть 15 орехов. Только так можно остановить вторжение легиона. Ну, а серьезно вы прилетаете? Они такие друиды, такие консилиум, консорциум, такие, так, 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 белку, на! Поймал белку, пнул орешек. В общем, действительно, это вот все вот так. А вот игроки Overwatch геройски доставили, доставили, 217 миллионов 817 тысяч 802 тележки до местного назначения. С ума сойти. В харркодном режиме Diablo 3, привет всем фанатам Diablo 3, ух, обожаю Diablo 3, умерло 601 875 героических персонажей, я сниму попаху и подержу его так у сердца. А в элекционной карточной игре Hearthstone на поле боя было призвано 5 миллиардов 829 миллионов 905 тысяч 234 мурлоков. И это не так много, учитывая скромное обаяние этих созданий. Мне очень нравится выбор статистики, которую показывает Blizzard, но все знают, что все нормальные пацаны в Hearthstone играют за колоды с мурлоками. Ну то есть, нету смысла вообще с чем-то другим заниматься. у тебя нет колоды на мурлоках вообще пошел вон. Костя, Федя, вы будете Некромант Пак покупать? Ко мне вопрос, мой ответ конечно буду, потому что я Некроманта жду, честно, он не геймченджер, ребята, он игру вообще сильно не меняет. тут конечно есть люди, которые все изменится с Некромантом. Я тут скажу юридическую вещь, но я так и не смог воспринять третью Диаблу после первой и второй, не пошло. Вот, поэтому я не жду Некроманта. Я активно играю в Диабло, в третью, в том числе вторую тоже бывает. И в общем Некромант стоит покупки, потому что вы не увидите больше никаких Некромантов и намеков на Диаблу 2, поэтому если вам прям ностальгируете, купите. А во-вторых, я говорю, сколько я за него поиграл на ПТР и так далее. Ну в общем он не геймченджер совсем, он не какой-то ебовый. Ну это неплохой класс, чтобы поностальгировать, он все-таки там даже Blizzard сами отвечали Вич-доктор? Некромант? Нахрена? Нет, они все-таки не похожи. Слушай, у нас поскольку есть Мурлоки в чате, это восхитительно. Сынок, тебе 30 лет, тебе жениться пора. Мама, я Мурлок. краткий 15 секунд Мурлоков. Вот мы сейчас давай будем говорить как Мурлоки и в чате тоже будут все как Мурлоки. Давай. Дополнение будет норм, для Диабло скорее бы вышло. Для Диабло только две новости. В первых числах буквально января с новым сезоном собор с первой Диабло 16 уровней комплектованных с Диабло епископом и в общем всем чем надо они будут доступны только каждый январь. Вот. А вторая новость в дополнение про Некроманта будет в конце 2017 даже просто не ждите. Мне очень нравится, что мне очень нравится, что в чате тоже люди и кто-то пишет среди этого ну вот мне тоже Диабло и человек сидит посреди Мурлоков и там Мурлоки такие Стоит купить Ферментайт. Мой комментарий как-то так. Завните скоростью всего нет. Да, есть вода Мурлоком вообще-то классно. Мурлоком быть здорово. И вот такой в комментариях там типа Twitch Prime Prime Bob Timo's Prime Верментайт хорош. Теперь вообще Мне кажется он сам начал был довольно заборный. Он был хорош, но в нем было багов миллиард, они поправили баги, выпустили 13-гигабайтный патч. 13 гигов вкачали и теперь все, теперь можно играть вообще прекрасно. У них пропали зависания, краши, когда ты быстро менял оружие, телепортировался на карту, игра всегда окрашилась. Все, в общем все это поправили, реально я зашел в Верментайт и поиграл в Верментайт, который должен быть. Как нормальный. Маллизия, который должен быть. Это чертовски здорово. Ну и еще, кстати, они его оптимизировали чутка, то есть он гораздо лучше работает. Это, кстати, тоже неплохой вариант, во что можно на новогодних каникулах погонять со своими товарищами. Да, да. Давай цифры, у нас есть еще не все. Сессионный боевики Хирусов же Шторм, в котором я месяц назад No. Да, короче, фу. А у меня есть, начнем вот так вот новости, что у меня есть. У меня есть стимуляторы, которые мы с моей прекрасной невестой Марии, привет, набили в Хирусов же Шторм такие, набили, набили стимуляторы на месяц, потому что была акция про Гензи, скин, маску и так далее. И ровно месяц чуть не играли в Хирусов же Шторм и потеряли стимуляторы. Но! в Сессионном боевике Хирусов же Шторм игроки высвободили. Высвободили. 42 миллилн на 981 тысячу, 967 рыцарей драконов. Выпусти своего дракона. Обязательно рыцари. В стратегии StarCraft 2 было одержано 25 лямов, 127 штыщ, 453 победы за Айур. За Айур. For the Ayr. Слышишь? Да. И, наконец, последний... А ты, ну ты же, проходил StarCraft 2? Да, ну ты просто говоришь само по себе интонация, как в какой-то эротической радиопьесе. Ну ты слышал, как... За Айур. А, так, да, окей. Блин, плохо, что это так слышится. И, наконец, последний, самый глобальный факт. Игры компании Blizzard играют в 247 странах и территориях, включая, не подтверждено, но Ватикан. Есть звук, звук из сериала Молодой Папа. Так. Почему не покажете сердечко? Я не всем свои сердечки показываю. Так, попробуй. У меня с моей невестой есть стимуляторы и парочка пачек. Вот, да, будет всего Новогодний Ночь. Это здорово. Костя, ты не снимался раньше? Многие пытались меня снять, но я не снимался. Ладно. Короче, следующая новость цифра. Прекрати меня. Тебе нужно перекреститься. Прекрати меня, Фёдер. Тут такая новость, с одной стороны, ностальгическая и прекрасная, с другой стороны, нас опять стараются развести на деньги, друзья. Будьте к этому готовы. Анонсировали... Где Жора? Просто напишите восклицательный знак Жора в чат, и вы узнаете, где Жора. Анонсировали Double Dragon 4. У вас сейчас произошло какое-то шевеление внутри, там что-то ёкнуло? В общем, студия System Works сказали, что делают Double Dragon 4, показали первый тизер будущей игры. К слову, в следующем году знаменитой серии исполнится 30 лет. Что? Double Dragon 4? Double Dragon. Double Dragon это ужасно старенькая такая аркадка на ходить побить все, что движется вместе с друзьями. Христианский намаз начнется. Что? Double Dragon 4? На это и рассчитано. Новая игра позависует у своих предшественников тот же визуальный стиль, но при этом в игре будет много чего нового. В подробностях о новшествах разработчики расскажут позднее. Кроме того, каждый режим игры можно проходить на пару с другим игроком. Ребят, 30 января ждать осталось вообще крапулечку в Steam и на PS4. Обалдеть. В общем, они хотят наших денег опять. И мы, скорее всего, дадим. На чем мы ее анонсировали? Steam, PS4? Да, Steam и плойка. Собственно, забавно... Хрени. Во-первых, я когда увидел это, если вы будете в это играть, то вспомните, что был отвратительнейший совершенный фильм Double Dragon 1994, кажется, года. Просто... Это, кстати, идеальный фильм для Нового года. Для фильма с братьями. Да, для фильма с братьями. То есть, не бывает... Я мало знаю фильмов про боевые единоборства, которые были бы хуже, чем Double Dragon. Да, алелуйя, что на основе NES-версии конкретно, а не насчет Аркадовых. Да, да, да. Которая там была. Так что, так, кстати, все. Я теперь себе как план точно нужно будет на праздниках посмотреть Double Dragon и вам того же советую. Что может быть лучше, чем под бой курантов? Ты Black Mirror посмотрел все сезоны? Зачем Black Mirror? В нем есть божья искра, понимаешь? Там есть что-то хорошее, а в Double Dragon ничего нет. Новый год до 2016 должен быть именно такой. Драбл Дрэгон. Я... Драбл Дрэгон. И... Драбл Дрэгон. Интересный момент как бы лора к Double Dragon. Так, давай. Если ты помнишь, а может быть и не помнишь, Double Dragon происходил оригинальный в постапокалиптическом Нью-Йорке после ядерной войны. Да, я помню. Знаешь, что это такое недофеллоу? Что это недофеллоу? Вполне себе. Я что, где обязательно нужно говорить фразу, что я пришел жевать жвачку и бить, надирать задницу и жвачка кончу. Да, да, да. Да ладно, бывали похуже фильмы. Ну, это просто все равно нечто отборное. Если я правильно помню, там у него рейтинги были в районе 20%. Ну, как надо. Мы постарались. Томат где-то рядом. Я посмотрел черное зеркало, меня не впечатлило. Что, все черное зеркало? Ну, не знаю. Там есть просто интересные мысли, особенно в третьем сезоне. Так, авторы про Dragon. Продолжаем тему про драконов. На драконе москвахна. Это Скайрима, да. Авторы Dragon Quest 11 показали игровой мир. Комментарии в чате «Покажи свой игровой мир». Так вот, авторы Dragon Quest 11 на кастере его показали. Компания Square Enix представила несколько новых скриншотов из ролевого экшена Dragon Quest 11. О них разработчики опять же показали персонажей игры, а также игровой мир. Новой частью, по словам авторам, смогут насладиться как новички, так и ветераны. Проект будет совмещать элементы классических игр новых частей. Игроки возьмут на себя роль 16-летнего юноши, который в какой-то момент узнает, что он реинкарнация героя, однажды спасшего этот мир. И тут не реварим практически. Dragon Quest 11 выйдет в следующем году на PS4 и 3DS. Если вы все еще теребите свой 3DS, ну как бы это логично, потому что Switch нет, в Wii U очень мало народ теребит, а 2DS есть только у меня, мне кажется. Поэтому я думаю, оно вам понравится на 3DS как минимум это точно. Тут пока... А вот сейчас прямо сию секунду я это буду исправлять. Тут комментарии к выбору фильмов на Новый год важный. Какой нахрен Double Dragon? Там вышли Ёлки 5. Ёлки 5, да, так. Это же в 5-минутком молчании, понимаешь? Если смотреть плохое кино, то там хотя бы должен быть мордобой, я считаю. Пишут тут, есть ли у нас девушка. У нас? У нас? У нас есть кость? Общий нет. Общий нет. Ну так это хорошая мысль в целом. Гораздо экономнее можно. Общий девушки нет. Алена Атаян, а невестушка есть. Вот. Но с Федей не надо. Вот. В общем, новостей по CSGO нет. Слушайте, в CSGO на самом деле столько новостей, что вы можете открыть. Просто новости обновления в Steam, это не то, что я спрашиваю вас как профессионалов, а в принципе реально сейчас грядущих крупных нет, они ничего особо не анонсировали. А то, что там сейчас новогодние операции, акции, я просто в новости CSGO проверю как. Захожу на торговую площадку в Steam, самый первый товар это всегда ящичек из CSGO, который изменяется в цене, все настроение Steam, я измеряю по нему. Я захожу такой, сегодня он 30 рублей, ну нормально, погода такая по больнице, а иногда я захожу и он 130 рублей. Я понимаю, что что-то случилось. Беда. Акции выросли. Не ушел новый ящик. Там Дед Мороз Битва магов идет в омут. Да, Дед Мороз я бы глянул. Тут я вчера заходил в игру и нихрена там не поменялось. Такое часто бывает в принципе с играми. И так стреляли бревнами, железобетонными отправляют. Да, чат ВКонтакте мы вас читаем, можете писать, я пофиксил. Все, мы все читаем и Влад Апивалов теперь этот чат тоже читается. Что там писали? Так, тут несколько внезапная новость из разряда давай, что? Ну ладно, почему бы и нет? Вот ты сейчас говорил про консоли или платформы, которые не очень-то те ребята, типа УИЮ. Вот это новость про одну из таких платформ. А, про УИЮ. На PlayStation Vita выйдет загадочный хоррор Шиин. Собственно, взяли и анонсировали новую игру на ВИТО и это довольно забавно в 2016 году, как мне кажется. Но можно только этому порадоваться. Господи, зачем? Название игры означает печать смерти, а создатели пугают тем, что отчет времени уже начался. Это интересная фраза. И пока это все, что можно сказать о будущей игре. Вот у нас есть небольшой трейлер, у нас есть название игры, и мы знаем, что оно выйдет зачем-то почему-то на PlayStation Vita. мне кажется, они сделают специально, чтобы, во-первых, поди сначала консоль найди, а только потом нашу игру купи. Мне кажется, это скорее история. Недавно с товарищем общались, который, блин, мне нравится PlayStation Vita, например. Она прекрасно у тебя, ну как PSP, в принципе, та же идея, прекрасно лежит в руках, на ней удобно играть, на проекты, которые на нее есть, но ничего нового не выходит совершенно. Там разве что только порты типа Darkest Dungeon. У людей с YouTube есть, вон, Камран Дадашев пишет, что у него есть PS4 с 5, за сколько могу это толкнуть. А шутки если в сторону, господин Камран, посмотрите этот, eBay, и посмотрите Ozone и Amazon. Вообще PlayStation 4 с 5, их там хватает, но цена у них такая, лучше обычного, поэтому посмотрите, вдруг толкнете. Ну, в общем, если у нас наверное эти 2,5 человека, которые нас сейчас смотрят и у которых есть PlayStation Vita и которые еще надеются на что-то, вот это была новость для вас. Пляшите. Я обожаю людей с ником Apple России. Apple России просто. И важный вопрос из чата. Почему у нас проводные мышки? Не застряли ли мы в прошлом? Да тут дело в основном в том, что беспроводные мышки нужно заряжать. Сейчас мне кажется, я притяну кого-нибудь, знаешь, такой тип. И это немножко лень, и это не очень надежно, и не очень хорошо, когда у тебя посреди эфир что-то отваливается и работает. Поэтому лучше у нас будут веселые проводки. Мы тут. Комментарии в чате. Да. Vita еще жива. Вот у нас вопрос. Игра на PlayStation Vita под названием «Печать смерти». Тара-тара-там. Как бы больше можно ничего не говорить. Кстати, да. Итак, бегом к следующей новости. Она такова. Сотрудница Ninja Theory, Ninja Theory, это те, кто сделали последнюю часть Devil May Cry, рассказала о том, как стала героиней Hellblade, Семьер Секрифайс. Кстати, Hellblade я жду. А, Hellblade, Hellraid. Да, я путаю. Вот Hellraid я жду. Hellblade тоже прикольно, надо посмотреть. Ну, такой подмазал, да, неловко. Ну, на самом деле, все, что с Hell связано, вы же знаете. Вы же знаете, я люблю. Вот. В нем монтажер студии Мелина Юргенс рассказал о том, как она проделала путь от рядового сотрудника до ведущей актрисы. Это вот в дневнике разработчиков. Ранее Мелина Юргенс трудилась над DMC Devil May Cry. Ну, вот, собственно, я об этом говорил. Именно она создавала трейлеры для игры. Она, наверное, создавала тот момент, где они перепалку вели друг с другом два брата-акробата и такой, типа, я умнее, я хитрее, я круче. Такой, думай, от вас еще больше. В общем, в начале разработки Hellblade Senua Sacrifice девушка лишь работала на монтажном роликов для игрового сообщества. Затем, когда создатели начали поиск профессиональной актрисы на роль Сенуа, Мелину попросили поучаствовать в тестовых съемках. И в результате именно ей предложили эту роль. Чтобы Мелина была похожа на настоящую женщину-воина, ей пришлось записаться к профессиональному тренеру и заметно улучшить физическую форму. Чтобы еще сильнее вжиться в роль, Мелина общалась с людьми, страдающими психологическими заболеваниями, в том числе и с теми, кто слышал голоса в своей голове. Мы снова, мы здесь, мы в твоей голове, ты слышишь нашу снова и снова. Не верю в живую церковь и глупую молву. Ты избран, а вовсе не проклят. Напомним, что Hellblade Сенуэ Сакрфайс выйдет на PC и PS4 в следующем году. Ура! Это 25-й дневник разработчиков. Это отличная история. Реально крутая новость, да. Ну, в смысле, это довольно интересная история, как там что-то получается, потому что довольно много во время, когда анонсировали игру, писали про то, что там замечательная актерская игра и, собственно, ожидается, что это будет здорово, в частности, поэтому... Ну, по ней видно, да. А тут мы знаем, что это вот как-то так получилось у человека приход в актерское дело произошло вот так вот. Это чертовски интересно. Спрашивают, спрашивают, когда будут танцы? Когда будут танцы? Федь, ну что ты не танцуешь? Я не знаю, что это... Ну, речь идет, наверное, о джаз-дэмс, которому танцевали наши прекрасные девушки. И не наши, и наши замечательно танцевали. Ну, наверное, будет когда-нибудь. Может быть, даже в этом году. Тут нужно в очередной раз пошутить про мое колено. Мне просто на днях еще предлагали участвовать в довольно задорном пластическом этюде, как бы, чтобы сделать... Какое слово-то подобрать? В общем, сделать пластический этюд в память о событиях недавних дней, с упавшим самолетом со всем прочим. Как перформанс такой. Ты согласился? У меня не работает нога, конечно. Я идеально подхожу для пластических этюдов. А не работает нога? Да. Что с ним? Что с ногой? Травма колена. Я когда-то... Я был таким путешественником, как ты. Да-да-да, под банальность. И, кстати, нам абсолютно верно пишут в чате, что Hellblade может оказаться и плохой игрой. Это чистая правда. Это они что, будут с God of War в одно время пускать, спрашиваю? Очень, да, близко. Ну, то есть, тут есть куча своих рисков. PS4, PS4. Hellblade, God of War. Есть свои риски, так скажем, но игра выглядит как минимум интересно и свежо. То есть, у нее есть свое небольшое поле, где она может стать успешной, даже если это будет просто нормальная игра посредственная, не великолепная. Мне так кажется. Матчи. Там новость такая, что просто... Федя, дай угадаю, ты изображал самолет. Можно скринить сейчас. Дальше серьезная немножко новость. Важная, как мне кажется... О, боже мой. Он не выдержал вот этой шутки. Подожди, он должен стоять именно на его ушах. Сделали. Так вот. Мы говорили буквально на днях про то, что в проекте Star Citizen внезапно взяли и поменяли движок. И это вызвало сразу волну вопросов в сообществе, да и просто на Reddit. И игровые журналисты возбурлили. Там полигон написал, что значит, что игра проваливается в производственный ад и никогда не выйдет и прочее, и все такие, а зачем? Не, ну просто сама по себе история, когда ты много лет разрабатываешь игру, а потом такой возьмем и поменяем движок. На самом деле все гораздо более логично и просто. Собственно, новость о чем? Разработчики написали пост подробный, в котором объяснили свое решение и рассказали, как это все происходит и почему не надо паниковать, почему все нормально. История следующая. они перешли с своего форка движка CryEngine на другой вариант CryEngine, собственно, от Амазона Lumberyard. Это разветвление одного и того же движка, более того, они и тот, и другой форк от одной и той же версии CryEngine, поэтому у них... Про Crytek очень точнее не важно. Есть возможность связана с тем, что у Crytek все... Тут важный есть момент. Как бы чисто технически им было довольно легко сделать, у них типа команда из двух инженеров пара дней занималась переходом и как бы все ок. Самый важный компонент для них, для разработчиков, при том, что они не говорят про проблемы Crytek, но тут есть, я уверен, что есть связь, они говорят просто о том, что Амазон и их версия движка гораздо больше заточены на сетевую игру, то есть они с этим очень много работают и на сервера облачные. И там это им гораздо более интересно, гораздо больше подходит под игру. Собственно, почему они долго это планировали, почему там переговоры шли довольно-таки долго и, собственно, почему они в итоге сделали такой выбор. За кадром остается то, что у Crytek куча проблем и непонятно, что с ними будет, а Амазон намеревается вкладывать в это миллионы и тысячи человек в часов. Так что выглядит чертовски логично, что сказать. Важный еще момент, остается вопрос, почему... почему объявили об этом так поздно, учитывая, что они там уже год делали подготовительную работу к вот этому переходу. Собственно, на это разработчики сказали, что вот мы как договорились с Амазоном, как сделку заключили, так и рассказали. так что... Ну, понятно, да. Тут нам такие комментарии, я прям не знаю, какой читать. На самом деле, Лукинка у нас пытается либо разжечь, либо нет. До этого она или он написал, боже, какой мужчина, не знаю, к кому это относилось. А вот второй комментарий, кстати, в Мафия 3 отлично играю. Ну, давай разожжем. Ну, давай разожжем. Ну, а что тут разжигать? Было бы, что разжигать. Ну, атмосфера хорошая. Музыка отличная. Музыка отличная. Ну, конечно, когда она не своя. Классическую крутую музыку взяли. Я помню, как у нас в шутку, в шутку, сейчас за спойлер, в шутку Мафия 3 кто-то дописал в голосовании у нас внутри в дикционной по номинации саундтрек года. Мы долго смеялись. Вот. Про Elite Dangerous ничего нет, Феди Костя. Про Elite Dangerous я прекрасно, плотно общаюсь, прекрасно плотно, не настолько, насколько вы подумали. Но очень тесно общаемся с основным пиарщиком в России Elite Dangerous. Вот. И нет, ничего нового там не ожидается. Мы не так давно рассказывали потрясающую историю про то, как работает сообщество игровое в Elite Dangerous. Помнишь? Да, сейчас, прям секунду. Они завезли высадки и все, после высадок у них ничего нового. Ну, и VR, понятно, дело. Вот. А что там? Да, можно посмотреть в одном из предыдущих выпусков. Там была, собственно, восхитительная история про то, что мужик на своем кораблике залетел на край вселенной, не рассчитал, сколько ему нужно горючего, там, этого всего прочего, и оказалось, что он завис. То есть он не может совершить прыжок ни в какую систему, а в этой системе, в которой он оказался, нет ресурсов, которые ему нужны. Точнее, у него нет возможности их добыть. И в итоге ему на помощь пришло сообщество, есть там был эпичный совершенно трэд на официальном форуме. И... Летели к нему. Да. Мужик летел к нему больше 40 часов на своем корабле на выручку, чтобы как бы они могли оттуда вылететь. И вот это восхитительно. То есть в какой еще игре к тебе на помощь кто-то будет лететь 40 часов, чтобы... Офигеть. Ну, наверное... Это здорово. Если там бы они состояли в Альянсе в каком-нибудь или так далее. Не хватает, не хватает. Нет, просто случайный... Случайный... Очень прикольный вопрос. Мы только что с тобой обсуждали. Как вам ЗВ-изгой? Или вы не фанаты ЗВ? Мы только что говорили какое-то время, что Костя и они пока еще не смотрели. Можем судить прям профессионально про изгой. По трейлеру. Мне очень-очень понравилось в трейлере. Ладно, меня безумно радует... Я посмотрю, блядь. То, что там есть Донниен. То есть, конечно, там можно говорить просто Донниен продался. Неважно. Зачем есть Донниен уже... Да, есть пираты от Mail.ru в скобках нет. Да. А разрабы или Денджерс сказали, что скоро игра не будет доступна на 32-битных системах. Что вполне очевидно. Да, и про это речь была. Они, собственно, довольно давно про это говорили. История там такая. Они пишут о том, что у них на 32-битных системах по их информации играет ничтожно малый процент игроков. А это полноценный как бы форк, на который нужно вкладывать сил, нужно поддерживать. И они как бы посмотрели на затраты ресурсов и такие... Короче, перейти очень легко на платформу с 32 на 64. Сейчас можете сказать, легко тебе говорить, поди сделай. но на самом деле если вы заботитесь, это не так трудно. У вас не похренячатся все сохранения, еще что-то. Вы просто одну винду смените на другую. Какая разница? Поэтому просто заботитесь и все. Федор Константин, какие у вас дома-игровые платформы? Какие у вас платформы-игровые домы? Парк нет. Ну ладно, ладно. Очень хорошая была шутка, как это, золотой фонд. Шуток Петросян на 2000. У нас есть в редакции специальная такая штука, которую Аня Брасловец вела. У нас висит такая плашка, на которую мы крепим самые гениальные фразы, которые нам попались во время редактуры. Да-да-да. И вот нам нужен такой же фонд шуток. Так. Наверное, золотой. Нет, ну подожди. У меня сейчас только ПК. Я верный пекарь. Вот что я скажу. Погоди, не играешь вообще ни на чём на телефоне. Ну это не считается естественным. Это имеется в виду основные платформы. У меня довольно длинная история взаимоотношений с Плойкой, ещё с первой PlayStation. То есть у нас как бы в доме была вторая, потом третья Плойка, там ещё чего-то. Ну я вот как бы с огромным довольствием там играл в эксклюзивы Плойковский, Снейк Итер восхитительный и вот эти все дела. Но вот каким-то фанатам PlayStation так и не стал. Мне пока ближе всего. Ничего не могу с этим поделать. PC, Android, iOS, 2DS и всё. Ну то есть как бы консоль остановить не захочет. Да, так уж в списке консолей называть iOS и Android. Меня спросили как мне SkyBlivion, SkyBlivion прекрасно, но я жду на самом деле этот Skywind. Вот Skywind я жду гораздо больше. Итак, да. Что? Расскажи нам про фестиваль WeGame. WeGame. Фестиваль WeGame, причем не просто WeGame, а WeGame 3.0 пройдет в апреле. Если вы вообще были не в теме, чуть такое, есть собственно подобный фестиваль и его организаторы сообщили о времени и месте проведения главного праздника для эвиков и геймеров Украины. Фестиваль будет проходить с 8 по 9 апреля в 2017 года в Киеве. Так что если вы смотрите нас из Киева, собирайтесь в Киев или в общем просто рядом обязательно посетите его с 8-9 апреля. WeGame это праздник для любителей видеоигр. Во время фестиваля можно будет увидеть воочию интересные новинки для компьютеров, консосий и мобильных платформ выступлений разработчиков во время зрелищных презентаций новых игр и продуктов, а также принять участие в экскурсии по виртуальным мирам там такой мальчик нарисован увлекательным конкурсом, турниром, шоу-программах и розыгрыши призов. Организатор фестиваля WeGame компания Smile Expo. Мы с ними, кстати, ой, сколько я был на конференции Smile Expo. Они делали и крутую конференцию по гемблингу в России, до сих пор продолжают ее поддерживать иногда. В общем, Smile Expo молодцы. На самом деле, они украинская компания, они очень часто конференции и в Москве проводили, и в Питере, и в Грузии, и в общем, они охватывают все постсоветское пространство. В общем, они обещают, что в следующем году площадь фестиваля удвоится. Это значит, что участники фестиваля увидят еще больше интересных стендов. и узнать новости можно на официальном сайте. Ссылочка у нас оба новости. Вот. Так, так, комментарии. Давайте устроим морги. Это все нормально. Продест трендинг. Тут пока Костя проглядывается последние записи и комментарии. Будет немного печальная новость из мира корпоративной разработки игр. Довольно давно и много фанаты серии Battlefront задавали DICE 1 тот же вопрос. Когда вы завезете наконец в Battlefront хотя бы может быть во второй части вашего перезапуска режим конкурс. То есть классический режим захвата точек, которым был славен и первый, и второй Battlefront оригинальные. Ну и вот теперь у нас есть официальная реакция от DICE, которые сказали, что конкурс на ней завозить в Battlefront не собираются, потому что вот они не хотят, как они говорят, смешивать, стирать грань между Battlefield и Battlefront и Battlefront. Типа и как бы можно тут сказать, ну как же оригинальный блин Бэтл... Первый вопрос, что там с Ubisoft и Венди? Ничего пока не известно. Второй вопрос, сегодня же будет находит на Battlefield 1. В Battlefield 1 да, будет в 18.30 по Москве через 6 часов приходить. Я настаиваю предъявить мне привет. Привет, Лукинг! Так, что у нас ВКонтакте еще там написали? Ничего нам не пишут ВКонтакте, а смотрит аж 564 человека, поэтому если что-нибудь будете писать, я буду даже это что-нибудь читать. Вот, далее. Так что у нас забавно получается чеховский диалог с перескакиванием с темы на тему. У меня вот такое заявление от DICE, я могу понять почему они это делают. Там идет дифференциация франшиз. Вот типа у нас есть вот это про это, это про это. Но черт побери, это самое восхитительное было, что можно было делать в старом добром Battlefront. Да, я согласен. Нет, давайте ведем миллион игровых режимов, в которые никто не будет играть. Тара-тара-там. Ладно. странновато, я согласен. Спойте. Спойте. Ну мы хорошо поем, но сейчас Костя гораздо лучше меня поет, мне неловко. Кто поет каждый день? Это не значит, что я хорошо это делал. Очень даже. Поэтому пока мы хорошо не поем, расскажу вам о том, что Гильермо Дель Торо вновь вспомянул Канами недоброго слова. Он такой с утра просто такой фак Канами такой и продолжил день. На самом деле похоже, что режиссер Гильермо Дель Торо все еще не прошла обида на Канами за отмененный проект Хидео Кадимы Silent Hills. Не прошло и месяца как он снова послал компанию в места не столь удаленные и заодно пожелал всем остальным счастливых праздников. Читаем Напомним, что в рамках мероприятия Game Awards 2016 Дима представил новый трейлер Death Stranding Короче, он просто ретвитов хотел срубить как обычный твиттерский где помимо режиссера засветится и актер Мэтс Миккельсон тогда Дель Торо тоже не держал эмоции которые он испытывает бывшим работодателем именитого геймдизайнера после отмены Silent Hills режиссер был решительно настроен навсегда завязать CD-играми но видимо Кодима сумел убедить друга принять участие в создании новой своей игры и приехал дома к нему домой такой гири Слушай, это меня сразу возникают смешные сценарии в голове знаете мало что есть такого же приятного как когда произошла с тобой какая-то беда и ты держишь лицо серьезно типа ну мне все равно а твои друзья такие да я там не знаю что Konami тебя уволит да пойдем пойдем расхерачиваем офис у Konami ну то есть когда вот это есть подрыв и поэтому очень смешно вы видите вот это когда Кодима все время такой ну как бы да все нормально и гильгер моделитор вот она дружба Гехар нам пишет вообще 18 плюс стоит чего-то ругайте детей же портите чтобы понятно быть слово фак оно собственно имеет много значений как слово черт поэтому с одной точки зрения мы не ругаемся и тут слушай тут есть огромная огромная большая тема это старая боль у меня как немножко переводчика про то что очень часто когда переводят например английские англоязычные книги или фильм стремятся слово фак заменить нам именно жестко матерные русские слова хотя это совершенно не так в английском языке довольно таки мягкое ругательство фак то есть когда у нас переводят типа черт блин это вот так и есть как бы даже королеве нормально совершенно сказать фак канами да Владислав Киричек пишет вконтакте что зашел вк специально чтобы вы прочитали мое сообщение мы прочитали job done achievement unlock так тем временем вышло аниме gravity rush увертюра мы про него чуть-чуть говорили про то что вот сейчас такой хоть не что значит хоть не были бы все вот эти сопроводительные аниме как gravity falls вот зажили бы мы хорошо но нет в принципе радостный тренд интересный выпускать кино выпускать анимацию в сопровождении к самим играм мы очень много видели этого с final fantasy 15 вот у нас есть gravity rush увертюра которая вышла к нетрудно догадаться gravity rush и gravity rush 2 анимация заполняет разрыв между событиями двух игр и мы собственно можем благодаря этой анимации узнать что происходило с Кэт ее компаньонкой рейвен после того как завершили события первой части игры русские субтитры тоже есть что не может не радовать напомним что gravity rush 2 выходит уже 20 января в основе игры как и в первый раз лежит возможность изменять и отключать гравитацию игра выйдет только на четвертой плойке но и а не но уже можно попробовать демоверсию мы ее кстати гоняли у нас на твиче и черт побери это было задорно первый комментарий к новости сомневаюсь что это игры есть такие фанаты которые еще и аниме по ней будут смотреть эх батенька как мало вы знаете сколько же их будет на самом деле да повесьте сзади фарканами что такое у нас висит что там игром все хорошо критики по отношению мне кажется у нас нет вернее мы выяснили в ходе недавнего голосования внутри редакции что у нас есть люди которых которые говорят типа хватит уже там про кодим говорить 2016 году кодима сколько можно или что-то вроде того а есть те кто говорит но сразу был что что ты сказал про кодиму закончить да никогда в общем да так что в принципе вы можете знать что у нас в наших мурлочных сердцах нелюбовь к канами в рамках вот этой истории есть и горит ярким пламенем так ну короче я просто читаю что они пишут нам в комментариях и я просто просто в шоке теперь могу идти обратно на твич еее владислав спасибо короче новость следующая про марион катияр ой прекрасная новость про катияр люблю новости про марион катияр каждое утро у меня начинается новости про марион катияр каждое утро особенно связанные с играми а у нее есть наверняка каждый тут пишут важные комментарии в рамках вот этого нашего разговора а как же я жду провал Death Stranding все молятся на бурятах хотя удачных игр у него парочка есть много других разрабов которые заслужили такого же признания вот это очень хороший как бы комментарий для многих людей будет довольно интересно если Death Stranding получится посредственно игрой но я в это честно говоря довольно мало верю она может получиться как у Кодимы это может быть игрой не очень интересной с точки зрения геймплея но как некоторое переживание как опыт это точно будет безумно интересно плюс соглашусь что есть огромное количество замечательных разработчиков которые не получают такого внимания несмотря на то что они делают восхитительные вещи но очень мало есть разработчиков на которых молятся например кинорежиссеры Акадима да Акадима собственно он как-то внезапно получался один из самых таких уважаемых людей в мировой киноиндустрии как так получилось ему неоднократно предлагали заниматься кино там или что-то делалось а он такой и горы может быть когда-нибудь как-то так кстати Лукинг это парень и тут комментарий я твою маму в кино водил что ты с моей мамой делал пап ну разлаги перестань да так Марион Катияр в преддверии выхода на российские экраны фильма кредо-убийца представительница официального российского фанатского сообщества Assassin's Creed взяла такие интервью у Марион Катияр актриса исполняет роль Софии Рикин главную исполнительного директора компании Абстерго Индустрии Марион Катияр отметил что после ленты Макбет была рада вновь поработать с Майклом Фассбендером который снялся и Люди Икс Апокалипсис и в общем куча где еще и в том же Прометей и в том же Чужой Завет и в том же много где в режиссер и режиссером Джастином Курзелем 10-10 мгновений судьбы этот проект занимает особое место в моем сердце когда меня спросили согласна ли я сниматься в новом фильме непохожим на Макбет я была очень выудушевлена Макбет мисс Катияр Макбет 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 конечно простите на вопрос о том чью сторону выбрала актриса в войне ассасинов и патемплиеров мисс Катияр ответила даже могла ответить что перестрелял бы их всех что осталось бы своей героиней о и старалась объединить две враждующие группы напомню что картина Кредоубийцы введет в российский прокат аж 5 января только следующего года который уже буквально через несколько дней так что еще один фильм на который я не успею сходить вообще шапка у Федора с улюминацией просто там отсвечивает и вы не видите она мелькает вот вот с Майклом фассбендером то сказали мне ну ладно ладно хорошо Макбет с Майклом фассбендером Макбет так еще немножко киномании собственно если тут есть фанаты доктора кто которые до сих пор смотрят сериал я например как горячий фанат и старого сериала и первых сезонов перезапуска и девятого доктора я не могу смотреть то что там сейчас происходит но если вы дожили до вот этих до этого времени и можете смотреть и еще сохраняете веру и надежду в своих сердцах то вот новость для вас появился трейлер тизер с новой напарницей двенадцатого доктора в исполнении Капальди и можно немножко как бы загонить Капальди ну как Капай звучит Костя не могу ну просто есть 50 пожалуйста в общем можно посмотреть как бы заглянуть в то что мы увидим в будущем году неизвестно будет ли Капальди продолжать вернее тут так Моффат наконец после десятого сезона уйдет с роли шоурайнера я очень люблю Моффата и ранние его сезоны были восхитительные и серии которые он делал под Дэвисом тоже были крутые то есть эти блинк или девочку девушка у камина короче уходят и похуй на самом деле да и это к лучшему потому что ну вот что-то не выходит каменный цветок никак не получается ничего неизвестно будет ли Капальди дальше то есть или он уйдет вместе с Моффатом можно точно сказать что во главе одного из самых легендарных и больших и длинных сериалов мира встанет совершенно замечательный Крис Чибнол создатель Broadchurch одного из тоже таких резонансных и очень славных британских сериалов как-то мне тяжело переживать вот эту всю тему да доктор кто сейчас много кто будет уходить мне кажется с ролей ну потому что есть ощущение что пора менять просто постепенно постепенно этот сезон переживет как бы этот сезон я думаю под Моффатом вернее как одиннадцатый доктор был начинался восхитительно были очень очень сильные общесюжетные арки но что-то дальше началось что началось ладно я пройдусь по комментариям агирсуфар будет новая игра на ПК но я так интерпретирую это как вопрос игры так быстро не делают господин 123SI наверняка будет Microsoft не откажется агирсуфар от серии но выпустить сейчас я думаю в общем нет конечно даже донсировать вряд ли так что если агирсуфар 5 мы услышим дай бог будет ну там через пару тройку лет тут важный комментарий к играм и кинокритике которые у нас происходят в комментариях у нас в городе сегодня Ашан открылся приезжайте к нам вот это же прекрасный эфиров поедем 13 да целый 13 который играет в а следующая новость как раз я очень долго ее ждал а то мы сегодня какой-то все игры грусть испанские кинотеатры пригласят на работу секс-роботов так сейчас посмотрим в университете Валенсии ведется разработка технологии для эротических киносеансов новый тип кинотеатров названный Ромоут позволит небольшим группам людей не только видеть соответствующие сцены но и участвовать в них взаимодействие с актерами будет осуществляться через планшеты а погружение ту или иную в ту или иную будут способствовать вибрирующие кресла интересно с чем объемный звук запахи и некоторые тактильные ощущения вот некоторые тактильные ощущения и вибрирующие что-то это опасно Константин что с вами сегодня макбет тактильные ощущения тактильные ну я просто реально немножко упоролся прости в перспективе на работу в таких кинотеатрах будут приглашаться специальные роботы которые помогут делать процесс более интимным а перспективные кинотехнологии сообщили на конференции Love and Sex with Robots проходящие в Лондоне ну где еще она может проходить кроме Лондона да докладчица Кристина Порталес Порталес закончила и начала новый Порталес Кристина Порталес в качестве самого привлекательного элемента назвала возможность поцеловаться с Леонардо Ди Каприо понятно понятно Кристина Порталес ну ладно на самом деле не факт сейчас те кто хотел Анжелину Джоли и прочее впрочем о согласии как самого Ди Каприо так и других кинозвезд участвовать в подобных родных развлечениях пока что не сообщается вероятнее всего киноорги придется устраивать с актерами рангом пониже ну хочешь Ди Каприо поцеловать а тебе дадут какую-нибудь там не Ди Каприо Константин пора остановиться ну подожди ну это не имеет свои недостатки не рассказал создатели указывают что подобные аттракционы могут вызвать привыкание и даже зависимость это просто Black Mirror 5 и 4 сезон в общем вот так комментарии секс это хорошо и не поспоришь да и собственно и как бы ну все как можно еще комментировать такую новость на этом я бы секс это хорошо ну как бы как бы вот а с другой комментарий господи боже мы уже близко все уже скоро будет так будут R2D2 с работающими выдвигающими палочками так не дошли читать не буду это неплохой получился бы комедийный скетч мы вот ржем с тобой и вообще в целом порно с R2D2 это в этом есть богатство свое и на самом деле довольно глубокая метафора отношений некоторые люди в отношениях они как вот как R2D2 с другими персонажами то есть это один человек делает не продолжай а ты делаешь вид что понимаешь его я думал ты скажешь что некоторые люди как R2D2 в сексе а он делает пу-пу-пу-пу а все остановись ладно так да давай заканчивать штуку какой-нибудь крутой новостью у нас есть теплая новость она примерно настолько же теплая как игра с которой она связана совсем недавно как вы знаете вышел долгострой чудесный и это один из тех случаев когда долгострой не огорчает и не разочаровывает Оллбой и разработчики сделали у них было большое Ask Me Anything на Reddit то есть общение прямое с читателями и они сделали весьма радостное и не так уж и частое по нашим временам заявление сказали ну мы ничего не имеем против если вы будете пиратить нашу игру потому что мы все понимаем бывают разные обстоятельства и для нас гораздо радостнее что вы сможете в нее поиграть чем то что вы у нас там отнимете какую-то часть денег мы же небольшая какая-то корпорация у нас все будет нормально и реально и реально и реально пиратки спасибо да хорошо вот RUN34 нам говорит знаете RUN34 конечно по поводу всего есть тут нельзя не вспомнить историю которая была со Stardew Valley раньше в этом году когда на Reddit сформировался огромный мегатред в котором там он начался из-за того что человек написал о том что у него жуткие муки совести потому что он играет в игру но он ее спиратила не купил у него нет денег кому типа занести ну вот и потом образовалась такая группа неравнодушных пользователей Reddit которые говорят у тебя нет денег но ты хочешь поиграть в Stardew Valley напиши мне я куплю тебе Stardew Valley типа чтобы разработчик по-прежнему капал денежка и вот все эти истории не могут не радовать мое холодное каменное сердце тут кстати есть еще маленькие анекдоты из жизни есть режиссер Райан Джонсон который снял один из моих самых любимых фильмов под названием Кирпич это восхитительный нуар в антураже Кирпич звучит как-то так в антураже школы который запустил карьеру для Джозефа Гордона Левитта например и я как-то когда у него выходил новый его фильм Лупер ну нормальный никакой не замечательный но просто хороший фильм я его спиратил и мне стало очень-очень стыдно в общем я спиратил фильм мне стало очень стыдно и я написал Райану Джонсону на его официальную почту которая на его сайте что типа вот я спиратил ваше кино куда можно закинуть бабла потому что в кинотеатрах уже не идет ваш Лупер а деньги деньги в монитор хочется кинуть и мне Райан Джонсон написал что типа да забей просто приходи на мой следующий фильм с друзьями и все будет нормально и это был а вы можете говорить не названиями дополнений к Ведьмаку у нас еще кровь и вино не распита да на этом с вами была как-то так и хорошего вам дня пока пока ну спасибо Продолжение следует...